всем здравствуйте меня зовут ирина город санкт-петербург читать так это кочаная пасека горного алтая так ночи один приехали на ярмарку и т.р.к. петер у и т.р.к. радуга кто-то ягода ну походу знаешь как там да не то там пасеково стал какой-то мед странный это моя дочь и застряла медвежья всякая вот колбаса соленина и другие колбаса не дайте совершенно мясо 450 рублей так вот у них везде написан кочевая пасека чего я пасека это маслята омалденно вкусный 600 рублей килограмм то соленые так понимаю это у нас сестер балдырева на пожалуйста так спроси так еще дочери мои просто воска нужен так это у нас 400 рублей полкового воска так это коциям от 600 рублей ну что-то как-то немножечко на цвет он тыква так горный майский мед дочь я дальше пойду подсолнечное масло это дагея эти меня одна девушка написала что чай с алтайскими травами ну вот что когда большое разнообразие меда то вполне возможно ну в общем она сказала так что написала вернее что а вот где мало меда да там скорее всего псковский мед там скорее всего и вот где там несколько всего может быть 3 3 сорта меда то там и настоящая пасека не жили там где большое разнообразие то есть там скорее всего возможно перекупщики поэтому я возвращаюсь от назад чтобы с дочью не потереться планом это маленько я еще собираюсь с дочью поехать крестово-звежинская храм вера не креста крестово-звежинский храм дорогая до ярмарка которая тракторист мой тракторист говорит мотоцикле ярмарка которая от р.к. питер там они всего четыре дня то есть я так понимаю что до 1 вот а сейчас я приехала на медовый спас сейчас вот к сожалению не видно но я подойду вы все увидите так 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 быстренько быстро быстро так сейчас расскажу вам где эта ярмарка проходит значит крестово-звежинский казачий собор сейчас я к нему подойду это на олеговском проспекте 128 по моему сейчас посмотрим значит слева это будет у нас икона храм иконы божьей матери до тихвинской а справа у нас кирилла мефодия вот кирилла мефодия на зиму он закрывается вот этот вот центральный он всегда открыт церковь который божьей матери она о как я прибежала быстро сейчас мы с вами посмотрим она работает только тогда когда идут службы соответственно он потом скажу сейчас здесь поснимаем потом расскажу значит а вот здесь вот макадамия 100 грамм получается 100 рублей то есть килограмм тысячи там было дешевле 850 рублей за килограмм это который только радио фу радуга что же все радио то ночью вот так вот вот такие вот цены так масло я уже сейчас не буду брать интересно здесь есть девушка которая вот и брала к цунируешь замечательно к цуще собрала башкирскими нет спасибо готов так у нас тут это поленое масло на штуку 500 грамм чем непонятно вот маленько 300 рублей вот это больше наверно дороже от этого весной нет нет я не ем мясо так спасибо уже уже напробовалась так мясо я не хочу уже даже я не это самое так то есть вы замените горный мед 3000 здоровый суставы ось куками он да так я до этого взяла там у бабушки дела мертв акация хорошими от еще здесь взяла очень набрала педа вот все ведь при уж больше мне меда не не надо так это у нас травы сибири забайкалья так и земляники листинная губка ольха много-много другого почечной сибири иммунной чай это огневка живчик и живец кадров и фунхелит максус и ксу лет это я не знаю что такое но что-то вот так нету девушки я не вижу живых так рыбка копчену консервы акцины мне не надо вот эта перчатка как фикс прайс и вот интересно сколько нас стоит здесь сейчас я спрошу но не подойти мне ну на подойти в какой ценах 450 рублей за две штуки получается там было 199 рублей на грубо говоря 400 рублей но тут две штуки понимаете зеленый грецкий орех к штамм капилляров венозные сливы твой сколько меда сразу на такой даже обращать внимание так варенье вологта всякие печенюшки кто же не то нет спасибо господи так а это овощи зеленый термейское хозяйство плюс обратим такие такими огурчики маленькие таки ой извините маленькие огурчики все что ли то все и одежда пошла это девушки нет нужно правильно сделала что я купила так это у нас белорусский лен очень хорошо одежда всякие эти и все все такая маленькая ярмарка тут кто хочет приезжайте тут мед я брала башкирский так что ты вот это вот плетение расплетение те корзиночки как-то прошла сейчас мимо до этого так с песнями с примутками шутками но тогда они тоже были этой девушки нет у нее хороший был мед все было замечательно покровский женский он покров русский благословение глинских старцев храм вот до 200 лет со дня рождения протарея анна яхонтова храм открыт кстати можно может быть зайдем они мне пла . нету нету извините так медовый спас он значит с понедельника по моему начался и тоже по первое тебя не путаю до 1 по 1 1 числа это последний день будет этого медового спаса так что если кому надо так свежий горячий хлеб холодный чай вкусные обеды напитки вот это право православная трапеза я в интернете читала что там другая лапка какая-то да но мы зайдем все равно с вами туда сейчас мы здесь посмотрим вот это вот здесь ясно там сырок какой-то давайте еще здесь посмотрим с вами в лавке пусть это трапеза православная трапеза в общем здесь народу много очередь не протолкнуться там по моему этот самый сметана молоко все выходим выходим выползаем так вот растительное масло это крестовоздвиженский казачий собор или на лиговском проспекте 128 православный храм честь праздником воздвижения креста господний он кстати один из старейших приходов нашего города храм построен по моему 1748 стиле барокко кстати в комплекс и вот это вот храма входит 3 прихода в комплекс этих приходов этого прихода входит три храма как я уже сказала это церковь иконы технической божией матери и как раз вот кирилла и мефодия вот и кстати кстати церковь от которой божья матерь она открыта только во время как и кирилла мефодия только во время богослужения постоянно открыто вот этот вот центральный храм крестовоздвиженский и зимой помог кирилл мефодий он закрыт и по моему они работают с 10 10 до но они тут по-разному с 10 до 7 и там где-то здесь в ограде вот вот в ограде собора должна быть лавка лавка где можно приобрести мед и все но это нет ни этого это православная трапеза здесь нету ну как как я когда-то здесь была там мед лечебная трава но здесь и вот это вот не нашла ним не меда не лечебных трав 10 сам я увидела как он тоже можете за может тоже заметили там молочка кстати вот это я уже здесь прочитала посмотрела что молебина по средам это акафист 17 00 служится всем святым ну вот а значит по четвергам акафист перед иконой тихвинской божьей матери тоже в 17 00 по пятницам акафист с царственным староста терпцем значит а по воскресеньям после литургии я нору святому иоанну русскому с молитвой о детях вот потом вот этот вот храм он славится своей благотворительностью в былые годы сейчас конечно я не знаю но это вот как бы взять исторический то по моему 1875 году все вот это не путаю церковь была основана общество при церкви до общества помощи приходским бедным и это общество верните извините так и это общество создало и опекала три благотворительных заведения представляете вот я не знаю почему там как было указано что только престарелые женщины и дети сироты были для детей было созданы создана открытая церковная приходская школа то есть вот именно вот это вот особенно чертую до деятельность общества за все время его существования являлось именно оказание помощи бедным и также была открыта бесплатная столовая для бедных то есть понимаете сейчас наверное ни одна церковь этим не не славится не может похвастаться хотя кого слова то наверное не очень подходит для этого но вот сейчас скажу даже не знаю может быть может быть как бы да я что-то не знаю но вот вот так вот вот поэтому красота мне нравится надо конечно может быть лавку поискать вся новоградина хоть сейчас мы посмотрим может быть найдем фотосъемка видео съемка только по благословению так что я не буду вот лавка дон здесь все перекрыто поэтому не подойдите не найти так открыто обед открыто с 10 до 19 обед с 2 до 3 ну как я говорила так это стану вирусом эффективным сердце то есть вовсе вот купить вот в наколках и и и и и и и я уже собралась домой купила мед для себя для премьянец это вот метро водный канал не вот там от лигов написано это коричневое здание погода чудно спасибо что зашли на мой канал огромное огромное всем спасибо кто со мной давно пишет комментарий то только недавно подписался вам тоже большое большое спасибо ветер хорошо потому что жарко на улице дорогим я хочу вам пожелать крепкого крепкого здоровья не болейте всех благ исполнения желания вам во благо ангела-хранителя берегите своих близких ну и мирного неба над головой дружба между народами уважение взаимопонимание между разными и воспоминания всем до новых встреч до свидания а